Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Сейчас четыре резидента. Корпорация развития Кировской области сообщает еще о трех потенциальных проектах. В Слободино ведет деятельность один резидент. Созданно в общей сложности почти 450 рабочих мест. Заплатили компании за два с половиной года порядка 300 миллионов рублей. Вложили в производство 400. Программа Экономика. Промышленники просят ужесточить масочный режим. В очередной раз на проблему игнорирования масок указал депутат УЗС Геннадий Коновалов. Он от имени крупных промышленных предприятий во время заседания ЗАГС Собрания обратился к штабу по противодействию распространению коронавируса. Маски, если ты ее одел в магазине, то ты выглядишь там как инопланетянин. И мы сегодня результат имеем. Область находится в красной зоне. Деловые партнеры, очень солидные предприятия Москвы, Ленинграда и других крупных городов с опаской едут в Кировскую область. Хотелось бы, чтобы оперативный штаб решал вопросы эти не только в отношении промышленных предприятий, но и транспортные предприятия, учреждения обслуживания, культуры, торговой сети. Взять Татарстан, Нижний Новгород, в магазин приходишь, если ты без маски или в транспорт сел, может автобус не тронуться. Коновалов отметил, что крупные предприятия уже полгода соблюдают строгие меры санитарной безопасности и попросил руководство области принимать жесткие меры. Экономика. На 101 ФМ. Куприту дают 120 миллионов за коронавирус. Это федеральная субсидия, которую выплачивают рекоператорам по обращению с отходами. Всего правительство распределило между регионами почти 10 миллиардов. Это разовые субсидии. 80 миллионов. Куприту уже направлено. В Министерстве охраны окружающей среды поясняют, что это поможет погасить перед операторами долги по захоронению и транспортированию отходов. Власти считают, что весной, уйдя на изоляцию, люди начали выбрасывать больше мусора, что повысило расходы операторов и не было предусмотрено тарифом. Экономика. В завершение валютах на сегодня доллар 78,67, официальный евро 91 рубль 48 копеек. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове.